Фестиваль акустического рока «Дети осени» в шестой раз собрал музыкантов, любящих и понимающих рок. Но в отличие от привычно громких рок-концертов, то, что происходило в смене, больше всего походило навстречу друзей. Тамбовские и рассказовские исполнители собрались вместе, чтобы порадовать пришедшую публику душевной музыкой. Шестой осень подряд Владимир Пойманов и сотоварищи собирают музыкантов на сцене смены. Организатор считает, что такая музыка должна нравиться не только самим музыкантам, но и публике. Она авторский рок, потому что все ребята пишут сами музыку и сами стихи пишут. Здесь просто все будет звучать в акустике, как бы более так мирно, поэтому... Более мирно и более душевно. Ну да, более уютно, по-домашнему можно сказать. В этом году из восьми участников фестиваля большинство ранее никогда не выступали в нашем городе. Тамбовский слушатель знает их достаточно хорошо. Рассказывцам фестиваль дал возможность не только познакомиться, но и оценить творческий потенциал исполнителей. Впечатления, как монетки, падают на дно стакана. Грош цена такой свободе, что влечет тебя, как щеку, предъяви билет при вводе. И держись за небо крепко, и держись за небо крепко. Разносторонний Андрей Венцарев играет практически все, от блюза до психоделии. Очень уважает бардовскую песню, но для акустического фестиваля автор и исполнитель выбрал блюзовые и рок-н-ролльные композиции. Свой жанр Андрей определить затрудняется, но твердо знает одно. Если в музыке нет эмоций, она никогда не сможет заинтересовать и взволновать зрителя. В чем-то я, можно сказать, пропагандист чего-то. Ну, наверное, хорошее настроение. Не только хорошее настроение, настроение разное должно быть вообще. Человек должен переживать, испытывать какие-то эмоции, чувства. Если человек ничего не испытывает, то он кофейный аппарат. По паспорту Татьяны Иванова в творчестве Кира Кириллица. У девушки сильный голос, которым она со сцены рассказывает о своих переживаниях. Вокальные способности Таня в течение года развивала на занятиях у столичных педагогов. Сейчас занимается самостоятельно. Пишет песни, как она говорит, для себя. Но и зритель в зале невольно начинает понимать и ощущать переживания певицы, о которых она рассказывает простыми словами. К черту работу, к черту порядок. Я вроде живу здесь, мой дом из экрана. К черту блокнотные, гитаровые песни. Нет ни черта, когда мы не вместе. К черту друзей подукся. К черту, в черту кирпы занятия спортом. Когда тебя нет, мне нечем дышать. Я не привыкну никогда тебя ждать. Это эмоции, душа, нервы, обиды какие-то. Это эгоистичный труд такой, потому что я делаю только для себя, а не для зрителей. Мне сама от этого хорошо. Но если я не критикую, то я прислушиваюсь к этому. Нет, мне не все равно, но в основном я делаю для себя. Каждый год фестиваль «Дети осени» открывает рассказывцам новые имена. Неизменной остается атмосфера в зале. Осенью всегда хочется тепла, которым со зрителем щедро делятся музыканты. Евгения Конобеевская, Александр Колчев. Новости ТВ рассказывает. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова